Дома не ест и не пьет, потому что боится заходить на кухню. Квартира пенсионерки из Саратова рушится на глазах. В подвале под кухней Валентины Савочкиной обвалились кирпичи. И теперь деревянные полы под линолеумом практически ни на что не опираются. Подробнее о проблемах одинокой пенсионерки в материале Анастасии Куклевой. Она вот на том стыке слопнула. И кипяток два дняшку варил по всей квартире. Тек, он вот так растекался, дошел. Это потом замазывали, мы после этого пытались ремонт. Обычная опрессовка труб в квартире два года назад, по словам Валентины Савочкиной, закончилась потопом. В момент аварии хозяйки не было дома, и кипяток несколько дней заливал помещение. Больше всего пострадала ванная комната. На стенах грибок, а с потолка свисает штукатурка. Не успела хозяйка прийти в себя, как новая авария. В подвале прорвало трубу отопление. Из-за этого разрушилась кирпичная кладка, удерживающая пол в кухне пенсионерки. Потолок там кирпичный, старой постройки, поэтому обвалил все. А сверху полы деревянные. Ну, естественно, влажность-то идет, вытечки нигде нет. Но трубы тоже не в очень хорошем состоянии. Пол на кухне, говорит хозяйка, провалился. Под линолеумом деревянные балки, которые практически висят в воздухе. И заходить сюда пенсионерка теперь боится. Подо мной подвал шириной 3,5 метра. Я боюсь провалиться. Поэтому я к кухне не пользуюсь, газом я не пользуюсь, ничем я не пользуюсь. Еду я вообще себе не готовлю. Если чай, то приготовлю. Вот все, девушка, че. За помощью пенсионерка обращалась в разные инстанции. В сентябре прошлого года сотрудники прокуратуры Кировского района провели проверку и обязали управляющую компанию возместить ущерб, нанесенный при опрессовке системой отопления. Но ООО «Жилкомплекс» уже несколько лет находится на стадии ликвидации. И восстанавливать причиненный ущерб не торопится. Хозяйка вправе подать на них заявление в суд, говорят в жилинспекции, и заставить недобросовестную компанию оплатить ремонт в квартире. А вот требовать восстановления кирпичной кладки в подвале Валентина Савочкина как собственник жилья может уже от новой управляющей компании. Каждый собственник, он собственник не только квартиры, он собственник части имущества, общего имущества жилого дома. Нарушена часть имущества, как она считает ее, которые находятся у нее под полом. Она обращается с этим заявлением и просит принять меру управляющей компании по наведению порядка. Это ее право. Если новая управляющая компания откажется восстанавливать кладку в подвале, то Валентина Савочкина может обратиться за помощью в государственную жилищную инспекцию, а потом уже написать заявление в суд. Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.